Итак, сегодня я хочу поговорить о играх пресейлов, о такой штуке, как эстимейты и общении между разработчиками и селзами. Немного обо мне. Меня зовут Слава, я из компании ProPeople. Про меня в прошлом я был и девелопером и PM, в качестве PM в принципе делал и техникул пресейл, и сейлс, как бы холодные сейлы и все такое. Сейчас как бы я CTO украинского офиса и умник украинского офиса, ну и в будущем хочу больше заниматься селзом, то есть непосредственно работой с клиентом и еще больше умничать, естественно. Так, то есть, что я делаю, как бы я участвую в техникул пресейлсах, в тендерах, как технический специалист. Занимаюсь бизнес-процессами внутри нашего украинского офиса и коммуникациями между разными офисами, как продакшеном, так и селзами. И в принципе заставляю своих людей, наших сотрудников, хотеть большего и стиммейтся. По плану, собственно говоря, несколько вопросов. Первое, почему мы не можем избавиться от эстимейтов, типичные проблемы в коммуникации между селзами и продакшеном. Как продакшен может делать свою работу лучше, как делать точные стиммейты, не имея точных цифр, как селзи, что они могут делать лучше. Причем здесь вообще игры престолов, ну и выводы, вопросы и некоторые полезные ссылки. Почему мы не можем избавиться от эстимейтов? Каждый проект имеет свой цикл. Жизнь проекта начинается обычно с продажи или общения. В реальности все начинается с общения. И эстимейт, оценка продажи, собственно говоря, это часть продажи. Потому что не зная, что мы продаем, не зная, сколько мы продаем, мы их, собственно говоря, не можем продать. Что с этого можно сказать? Почему девелоперы не могут избавиться? А, да, кстати, сколько здесь девелоперов сидит? Сколько из вас занимается эстимейтами? Все. Ага, все остальные? Менеджеры, селзы? Окей, то есть для девелоперов, собственно говоря, почему эстимейт важен для разработчиков? Потому что это способ разработчика сделать свою жизнь комфортнее в будущем. Потому что если ты делаешь эстимейт плохо, кто будет это делать? Естественно, ты. Собственно говоря, в чем проблема с эстимейтом? Проблем обычно, ну, несколько в украинских реалиях и в реалиях аутсорсах. Это, ну, как бы, начнем с продажниками. Бывают такие продажники, которым бы проще навалить какие-то, ну, свалить проблемы на продакшн, чем пойти к клиенту, пообщаться, что-то обсудить и, ну, найти решение проблем. Это продажники не умеют говорить нет клиенту на всякие запросы. Это, опять-таки, потом девелоперы не умеют говорить нет на глупые запросы сейлзов или когда сейлз, ну, сейлз или менеджеры, неважно, сгружают, как бы, проблемы на девелоперов. В этот момент разработчик должен установиться и сказать нет. Давайте делать по-правильному, давайте не будем страдать ерундой. В общем, все не умеют говорить нет. Это особенно актуально для украинских реалий. Что еще? Ну, а типичные проблемы, это, как обычно, не хватает времени на нормальный эстимейт. Его всегда не хватает. Недостаточно информации. Это тоже, как обычно. В лучшем случае, это может быть какой-нибудь RFP или спецификация, написанная, типа техникал персонажа. Ну, и, собственно говоря, реальная проблема, это недостаточная коммуникация между девелоперами и продажниками. И это проблема реально внутри, чаще всего, внутри компаний. Что делать девелоперам? Научиться говорить нет на всю ерунду, которую вас просят делать. Реально. Надо, ну, нам стоит быть сознательными и не начинать делать то, что и так понятно – бред. Использовать свои технические знания – это реально ценность. Это та ценность, которой нет у сейлзов, которой нет у других людей. И это ту ценность, которой мы ей меньше всего пользуемся. Точнее, мы ей пользуемся чисто для решения технических задач. Этого недостатка. Предлагать альтернативные варианты, потому что всегда на любую задачу, на любую проблему есть несколько вариантов. Если кто-то давит, ну, то есть менеджмент, целзы клиента давят на один вариант, это не означает, что он правильный, это не означает, что его надо использовать. И, собственно говоря, шарить эту информацию со всеми. То есть давать эту информацию людям, которые работают с вами в тиме, давать эту информацию клиентам, потому что информация – это ваши технические знания, технические знания девелоперов – это очень важно. Как делать точные стимы, не имея конкретного, давать рейндж, потому что точного стимы мы не получим никогда. Делать предположения, выписывать факторы, которые могут влиять в большую или меньшую сторону на оценку. И, собственно говоря, процесс оценки должен быть итеративным. Что такое итеративный процесс? Ну, то есть проблема в чем? Если мы будем тратить кучу времени по 4, 5, 6 часов на каждый стимейт, девелоперы будут делать одни стимейты, потому что лидов потенциальных проектов очень много, а стимейтить все качественно, это не представляет циря. Поэтому, как мы делаем? То есть каждый проект для продажника, он оценивается в некоторую вероятность. То есть насколько вероятно, что мы получим этот проект, что мы получим с этого деньги. В начале, собственно говоря, когда идет первичная коммуникация с клиентом, вероятность очень маленькая. Поэтому на этом этапе, разумеется, давать очень хорошие детальные стимейты нет смысла. Поэтому мы как бы обходимся реальным диапазоном, причем очень широким, например, от 300 до 800 часов. Но все, что мы делаем, мы выписываем предположения и факторы, которые могут влиять на эту оценку. Это, что дает это, повышает наши шансы, для продажников повышает шансы на продажи. И для клиентов, в общем, это служит для заведения дальнейшего разговора. Когда мы уже начинаем общаться с клиентом про какие-то конкретные моменты, это хорошо для всех. Мы для себя убираем риски, для разработчиков мы убираем риски, начинаем убирать риски, потому что мы обсуждаем, что непонятно. Для сейлзов мы повышаем шанс продажи. Почему мы должны это делать? Ну, потому что. Потому что вот, что мы можем делать, когда у нас хороший стимейт, и вот то, что у нас получается, когда мы тратим недостаточно внимания на стимейт. Ну, то есть все знают этого Genius. Вот, люди, разработчики часто любят делать такую штуку, и это получается тогда, когда на стимейт тратится, ну, так, на АБК делается. Так, а, ну, про это я уже проговорил. Что делает сейлзам? Ну, во-первых, собраться в кучку и начать все-таки решать проблемы с теми, кто принимает решение, то есть с клиентами, а не с девелоперами. Потому что, ну, как, каждый раз, когда менеджмент просит девелопера сделать АБК, умирает котенок. И это реально печально. Так, все факт. Ну, для продажников все стоит так, что сейчас в разработке софта, как бы, ну, то есть это больше сервис, чем продукт. Как бы, сейчас факт продажи не играет, ну, реально никакой роли. Он не несет ценностей, это только начало процесса. Пока, как бы, компания не закончит разработку того, о чем они договорились с клиентом, факт продажи не имеет реально никакой роли. То есть, сэл, ну, для сэлзов, ну, сэлзы не могут считать, что они сделали свою работу до тех пор, пока проект реально не запущен в продакшен. И он запущен в продакшен без проблем с хорошим качеством. Что делать? Говорить с разработчиками. Давать им больше качественной информации и использовать их знания. По поводу качества информации, ну, то есть, продажник, клиент, менеджер, PM, неважно, собственно говоря, это первая, как бы, первая точка контакта, ну, ближайшая точка контакта с клиентом. То есть, самая актуальная информация про требования, это у этого человека. Если он не делится как можно большим количеством этой информации с девелопером, естественно, эстимейты и качество страдает. Причем оно начинает страдать задолго до того, как мы вообще начали что-то писать. И, собственно говоря, опять-таки, проблема с коммуникацией, с сэлзами считают технорею гики какие-то, что-то там у себя на уме, что-то там умничает, все такое. Но прикол в том, опять-таки, у технорей самое ценное знание в девелоперской компании. И если в сэлзе не используют это знание себе на пользу, то это печально. Ну, тут, ну, просто парочка, как бы, цитат, которые можно переделать, как бы, приспособить под ситуацию. Ну, кто вообще смотрел «Игры престолов»? То есть, немного человек. Ну, там еще книжка есть, как бы, и сам сериал это просто порно в перемешку с месивом, как бы. Ну, что хорошо в книге, там очень много диалогов. Там реально, как бы, вот этот negotiation, как переговоров, там реально очень много переговоров. И они очень жестокие сейчас. Это, ну, если почитать, это реально дает представление, примерное представление о том, как, как, каково работает сэлзам. То есть, как... да. Ну, Game of Thrones, ищи, там, четыре книжки и пятая отдельно, в принципе. На Амазоне они продаются, как, ну, пачка. Да, точно, идешь. То есть, вот, реально, по этой книге, если ее просто очень интересно читать, потому что, ну, у сэлзов, когда они тут общаются в первый раз с клиентом, это такая же жесть. Ты ничего не знаешь, у тебя нету никаких точек опоры, каких-то преимуществ, тебе надо буквально все вырывать зубами. Ну, это не шутки, это так и есть. Ну, конкуренция большая, она всегда большая. Люди хотят, ну, клиенты хотят меньшего, большего за меньшие деньги, ну, и, в общем-то, все такое. Что можно сказать? Ну, то есть, к стимейтам надо готовиться, как бы, и как бы это уныло и печально, и каждый раз сложно не было, но это реальность, это часть, как бы, нашей повседневной работы, от которой ни сэлзы, ни девелоперы никуда не могут деться. И, ну, реально, когда, если начать делать эту часть хорошо, то это, ну, улучшит, как бы, качество жизни всей компании и улучшит качество проекта. Ну, собственно говоря, когда ты играешь игру при сейлов и сейлов, ты или приестимейтишь, или приумираешь. То есть, идея в том, что или вся компания, то есть селзы с разработчиками вместе работают над тем, чтобы получить проект, или мы ничего не получаем, и, ну, то есть, ничего не получаем, нет денег, все понятно. Little Birdies Told Me – это вот про ценность вот этих, про вот эту ценность информации, ну, информации как таковой, которая есть у разработчиков, которая есть у слузов и которой обе стороны не делятся. То есть, когда информация, ну, не используется, это, ну, она бессмысленна. Это просто реально золото выкинутое в трубу. Ну, и Ходор, Ходор, Ходор – это про коммуникацию, то есть, ничего не понятно. Не стоит, не стоит разговаривать вот так, стоит все-таки, ну, прокачивать навыки общения и, ну, делиться информацией. Выводы. Хороший эстимейт – это, как бы, преимущество и это благо для всех, для всей компании. Информация – это деньги. Ну, то есть, все понятно. Мы, как бы, ну, каждая компания конкурирует с друг с другом за счет каких-то технических знаний, технических ноу-хау, которые есть у них и нет у других. И таким образом они выиграют проект. Ноу-хау – это информация. Это все про информацию и тот набор навыков, знаний, которые, ну, как бы, имеет компания коммунитивно. Хорошая коммуникация – это залог, ну, залог успеха, как бы, для компании в целом. И это действительно единственная вещь, которая нужна для хороших эстимейтов и для хорошего обмена информацией. Как, ну, один человек, я уже не помню, кто, один из наших бизнесменов, предпринимателей говорил, что хорошая коммуникация – это кровь организма. Кровь организма компании. То есть, если коммуникация плохая, происходит застой, начинают отмирать органы. Это, ну, это очень прекрасная аналогия, потому что в действительности так и есть. То, что, как бы, непонятно, ну, и продажники, и менеджеры, и разработчики – мы все работаем в одной компании. Нет такого понятия, что кому-то хорошо, кому-то плохо. Если у кого-то проблемы, страдает вся компания. Не важно, ты разработчик, ты тестер, ты продажник, ты владелец. Если кому-то плохо, страдают реально все. Ну, если вы думаете иначе, вам все равно стоит по этому поводу задуматься. У меня, в принципе, все. Мы можем, ну, пообщаться по поводу. Если есть вопросы, да. Есть вопрос. Сколько у вас обычно выделяется на оценку? И какие этапы она проходит? И вот кто начинает? Смотри, как делаем мы. У нас есть сейлзы, в принципе, по Европе, по Америке. Это именно, как бы, ну, сейлз, клиент-менеджер. То есть, у них технических знаний, как правило, нет. В продакшене обычно есть кто-то, ну, как бы, главный или, как бы, человек, который, в принципе, ответственный за офис. Чаще, часто это тот же технический директор. То есть, ну, в принципе, я, как бы, я техдиректор, но я не только техническими задачами занимаюсь. То есть, все есть, ну, как бы, обычно, первоначально над истимейтами с сейлзами общаюсь я или, как, наш главный PM, ну, который еще человек, который, в общем-то, с другими клиент-менеджерами общается на постоянной основе по текущим проектам. То есть, это, чаще всего, это, как бы, переписка или по e-mail, или делаем звонок на 10-15 минут. Я перед этим прохожусь, выписываю для себя моменты, что непонятно, ну, если есть о чем говорить вообще. Иногда это просто бывает такой кусочек текста, иногда это документ RFP, который, блин, ну, там, на 60 страниц, которые читать и понимать еще надо пару дней. То есть, первичный ответ мы стараемся делать в 3-4 дня, потому что есть, ну, это все потому, что если сейлз не возвращается к потенциальному клиенту через, ну, максимум неделю, то это считается плохо, шансы падают просто практически там и да. И то есть, как это происходит? Мы отказались от того, что estimated кто-то один. То есть, я не estimate-чу проект. Это делают team-leads, которые, в принципе, ну, то есть, по желанию, возможности, необходимости вовлекают других девелопер. То есть, team-lead у нас, это не просто самый главный, это человек, ну, как бы, он тоже участвует в разработке проекта, ну, у него есть какие-то дополнительные, ну, обязанности. То есть, часть из них это работа с team-lead. То есть, ну... Ну, оценивает не один, то есть, их несколько оценивает параллельно? Да, да. Нет, 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 один, обычно один. Один? Кто свободен, ну, то есть, да, кто свободен, кто может сейчас поработать. И, в принципе, он потом и занимается этим проектом? Не, не обязательно. Ну, то есть... Закончу, короче, ответ. Team-lead делает табличку с каким-то... Ну, то есть, общая разбивка на задачи. В нашем плане это, там, может быть, теминг, если нет ничего конкретного, то есть, простой теминг, просто тему сделать. Идет, там, создать какие-то общие нюансы, типа, там, создание репозиториев, там, настройка тестовых серваков, там, установка друпала, контент-тайп, макфайл и все, вот эта унициальная штука. Какие-то разбивки на фичи, то есть, например, сколько там контент-тайпов будет, какие у них моменты, какие особые фишки есть, сколько секций, ну, секси, например, если мы там с панелями используем, чем они отличаются, то есть, чтобы понимать, какая структура сайта была. Ну, и оценочки. Конечно, на первом стадии уже... Минимума. Такие подробности? Ну, не сильно, реально, не очень подробно. То есть, ну, как-то общая разбивка. Ну, общая, да. Потом, что я делаю? Я, в общем-то, ну, вот эту таблицу, разбивку, я же использую для себя, проставляю свои цифры. Это две разные цифры. Потом мы их сравниваем, ну, то есть, я смотрю, сравниваю, что поставил темлик, что поставил туда я. Ну, появляются вопросы, мы это обсуждаем и, ну, корректируем как-то эти оценки. В принципе, это реально, ну, в течение одного рабочего дня можно сделать, занимает времени это намного меньше. То есть, потом это отдается селзу, ждем, ну, ответа фидбэков, если что-то приходит, начинаем, ну, дальше продолжаем общаться. Ну, бывает такое, когда селз говорит, что у клиента жесткий бюджет, там, фиксированный, надо вот меньше. Ну, не вкладываемся. Как? Короче, это, ну, в этой ситуации смысл в том, что компания все равно, ну, фактически это означает то, что для компании получит определенное количество денег. В интересах компании сделать так, чтобы это стоило. В этом случае, как бы, мы не занижаем эстимейта, оставляем реальные цифры, ну, то есть, мы продаем по заниженной цене. То есть, человек, ну, час стоит меньше. Ну, мы это обсуждаем, то есть, чтобы все понимали, чтобы, когда, как бы, ну, то есть, мы даем отчет о продакшену менеджменту, там, на еженедельных митингах, чтобы они не спрашивали, типа, ребята, а что за ерунда, а что у вас так много времени, или почему у вас, типа, ну, оплаченные и неоплаченные часы, то есть, неоплаченных, ну, намного больше. Ну, это неоплаченные появляются из-за того, когда ты занижаешь эстимы. По факту, тратится больше времени. То есть, вы не отказываетесь от таких клиентов, или вы выключите? Зависит от того, ну, как бы, зависит реально от того, насколько, ну, потенциал. То есть, мы так делали с тем самым Pfizer, потому что, ну, там проект был, честно говоря, не самый большой, там он был очень тяжелый, но возможности с Pfizer, у них там денег очень много. То есть, ну, такие моменты бывают. У сейлзов есть какие-то метрики по их работе? Делятся ли они с вами результатами? Да, делятся. Раз в неделю? Ну, да, во-первых, мы проводим, как бы, два раза в неделю по полчаса статус-митинг по текущим проектам, там же обсуждаем новые ряды, которые они нам дали, что там, ну, что поставим, какой статус. То есть, если мы, например, им уже дали estimate, но мы ничего не знаем, ну, продакшен ничего не знает, что там с проектом, есть фидбэк, хороший estimate, нехороший и так далее. Да, они делятся. У них есть какой-то процент, если не секрет, от завершенных задач или от лидов привлеченных? Потому что вы на одном из слайдов сказали такую странную для меня фразу, что если сейлз привел клиента, это типа все фуфло, на самом деле, надо ставить проект. Нет, это не фуфло. Это ваше мнение, а он-то вложил труда, ему немало. Да, 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 этого недостаточно. Смотри, если ты продаешь ножи, ты продал нож, это факт. Все. То есть, вот это факт продажи, то есть, это играет в труд. Но когда ты... Когда даже в магазин он поставил, и люди просто мимо ходят, он бы этим гордится. Если бы он услышал вот то, что вы говорите, я думаю... Ну, я это нашим сейлзам говорю вслух, в лицом. И это нормально реагирует? Ну, нет, не нормально, но мы общаемся. Нет, ну, понятно, то есть, ну, понятное дело, первая реакция, как, шок, блин, я же продал, я же сколько в паре. А в какой момент им начисляется бонус, допустим? Это коммерческая информация уже. Я думаю, вопрос... Я к чему клонил к этому, вернемся к этому слайду. Я к чему это говорил, что, ну, то есть, понимаешь, сейлз может понапродавать, понаобещать кучу всего. Но, как показывает практика, то есть, в моей предыдущей компании вот этот чувак делал. Чувак гениальный, он просто развалить мог, продать все, что угол. Мне кажется, тут проблема как раз в человеке. Да. Нет, не переводить, а с ними можно работать. С ними можно работать и объяснять, что они делают не так. То есть, ну, вот, поэтому факт продажи, это еще ничего не значит. Надо продать то, что надо, кому надо, и чтобы оно было сделано так, как надо. Не за столько. А с какого-то контакта, то есть, вот, лид-контакта, то есть, вы даете проекты с лид-контактами? Еще раз. И у вас есть лид-контакт? Да. То есть, есть контакт? Да. Когда вы начинаете заниматься с лид-контактами? Когда сейлз ко мне приходит и говорит, типа, вот, ребята, у нас есть лид-контакт, вот, вот эту информацию у меня сейчас есть от него, то есть, посмотрите, скажите мне диапазон и задайте вопрос. А вы на тендерах работаете, то есть, вот, по тендерам данный вопрос такой, есть проект, допустим, тогда, то есть, вы отдаёте его на истемейт, сразу? Ну, тендеры, просто мы участвуем обычно в тендерах, которые достаточно объемные, которые требуют кучу, ну, информации, то есть, подготовки в спек, все такое. Этим часто занимаются техникал-менеджеры, подготовкой документации, там, каким-то архитектурным решением, потом это, да, отдаётся на истемейт нам, ну, в продакшен, то есть, для того, чтобы утрясти опять размер цифр, сколько? Сколько примерно? Ну, да, то есть, мы, да, конечно. Только после того, как он озвучивается диапазон, он возвращается, говорит, да, нравится, не нравится, и вы продолжаете делать подробные. Ну, часто, ну, часто это с диапазоном, это получается так, появляется вопрос, а почему такой диапазон? То есть, ну, 300-600 часов, это ворот. И потом мы начинаем говорить, смотрите, вот тут мы написали, вот это непонятно, то есть, вы можете уточнить, если вы сейчас уточняете, мы можем урезать там, ну, задача, которая оценена там в 20-80 часов, бывает и такое, мы можем урезать до 20-очки, вот вы 60 часов срезаете. Ну, то есть, это вот уже, да, начинается реальное общение. А если от клиента поступает какой-то, ну, нетривиальный запрос, а после уточнения которого могут, ну, очень большой разброс, даже не в 100-часовый, не в 200-файки возникнуть, называется вообще конечная цифра или нет? Просто она дается... Диапазон, диапазон. Видите, клиент потом может сказать несколько предложений, которые заставят переделать большую часть того, что было в стиммейте, и это... Ну, это, смотри, это же... Рискуйте, грубо говоря, выпрыгнуть из этого диапазона, даже пообещал очень большую цифру на верхнюю. Может оказаться, что пришел такой смелый клиент, который готов делать намного сложнее проекты, но... Смотри, если ты начинаешь работать с таким клиентом с ровным диапазоном, не утвердив условия, то у тебя будет плохой... Игона, как have a bad time. Ну, как бы, так не делает. То есть мы реально доходим до конкретной точки... Ну, стараемся. Информация имени совпродажника, который говорит, что... Ну, как бы, техника со стороны продакшена, если уже, ну, если это не первый и второй шаг, то есть подача уже, общение завязалось, обычно кто-то из технических людей подключается, как бы, тоже в общение с клиентом, то есть чтобы не устраивать лишний испорченный телек. Продолжение следует...